Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. За особые успехи в учении глава Самары Елена Лапушкина вручила памятные медали выпускникам самарских школ. Самарские ученые приступили к испытаниям на самой большой в мире установке по изучению процессов горения в двигателях. Эксперименты помогут решить задачи импортозамещения. За любовь, верность и преданность в Самаре в преддверии Дня Петра и Февронии наградили семейную пару, которая в этом году отметит 60-летие совместной жизни. Приходит ли слава к тем, кто работает на славу во Всемирный день трудоголика, выясняем причины и следствия тотальной тяги к работе, что думают психологи. Одни едят, чтобы жить, другие с этой целью голодают. Как уберечь питомцев от переедания в летний период и что спасет четвероногих от обжорства. Золотые умы Самары. В городской администрации прошло чествование выпускников школ, получивших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Всего в этом году более 60 таких учеников. Лучшим из них глава Самары Елена Лапушкина вручила памятные медали за особые успехи в учении. Андрей Горгуленко продолжит тему. Отдохнуть, набраться сил и поступить на желаемую специальность в университет. Такие планы на лето у Ильи Чугина, выпускника 10-й Самарской школы. Для поступления выбирает между Самарским университетом имени Королева и Московским техническим университетом имени Баумана. В решении этой задачи поможет результат ЕГЭ по математике, который Илья сдал на 100 баллов. Такого достижения добился благодаря собственному упорству и поддержке родителей и учителей. В первую очередь я чувствую счастье, потому что это тот результат, к которому я стремился весь год, и он наконец-то был достигнут. После этого я чувствую радость и гордость, гордость за своих родителей, за своих учителей, за всех тех, кто поддерживал меня и кто помог мне достичь таких высоких целей. Илью и еще 12 учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, чествовали в городской администрации. Глава Самары Лена Лапушкина вручила выпускникам медали за особые успехи в учении и памятные подарки. А родителям учеников глава города вручила благодарственные письма. Всего в этом году более 60 выпускников получили максимальный результат на ЕГЭ, а четверо из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Ребята, ну а теперь вам оценки будет ставить уже сама жизнь. В своем стремлении к знаниям, в своем стремлении к своей профессии мне бы хотелось очень искренне, чтобы вы помнили главное, что сохранить порядочность, сохранить благодарность не менее важно, чем узнать что-то новое. После официальной части выпускники пообщались с главой города и задали интересующие их вопросы. Некоторые из них касались развития Самары, в частности о возможности открытия новых студенческих центров и расширения транспортной сети. А другие спрашивали Елену Лапушкину о личном, о любимых школьных предметах, о том, как глава проводит свой досуг и как прошли ее студенческие годы. Школьная жизнь, безусловно, насыщенная, интересная. Студенческая жизнь, это, конечно, другой этап. Это уже получение профессии, но, смею вас заверить, она стоит того, чтобы ее прожить. Завершилась торжественная церемония традиционным фотографированием главы города с отличившимися учениками и их родителями. Елена Лапушкина пожелала выпускникам исполнения мечт и достижения поставленных целей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре с 6 по 19 июля пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от привокзальной отопительной котельной. Подготовку обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Из-за испытаний горячей воды не будет в границах улиц Авроры, Партизанской, Дзержинского, Авиационной, Новокрасноармейской, Арцебушевской, Ленинской, Пионерской, Самарской, Рабочей, Буянова, Полевой, Новосадовой, Осипенко, Лесной, Липецкой, Лукачева, Гая, Ярошевского, Гагарина, Революционной и Мариса Тереза. В ходе опрессовки тепловые сети будут проверять повышенным давлением теплоносителя. Жителей просят соблюдать обязательные меры предосторожности, не находиться рядом с трубами и тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс, автомобильный транспорт и прочие имущества. Горячее водоснабжение для потребителей восстановят после устранения выявленных повреждений. Напомню, ранее проводились испытания тепловых сетей второй магистрали Самарской ТЭЦ и части верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Работы шли с 22 июня и уже в начале июля вода вернулась в дома жителей. Теперь по включению горячей воды, которую мы 3 и 4 числа включали, по сегодняшнему дню претензий больших нет. Дальше завтра должны энергоресурс включить в котельную Волгарь. Да, есть такая ситуация. И Газпром теплоэнерго включает у нас 11 числа, да, тоже берем на контроль и делаем. Также на совещании Владимир Василенко напомнил главам районов и их заместителям, что все работы по благоустройству дворов должны быть завершены до 1 сентября. Первый вице-мэр обратил внимание и на качественный покос травы в пределах города, особенно в период цветения амброзии, которая может вызывать аллергию. Самарские ученые близки к новым открытиям. В прошлом году на базе Самарского университета конструкторы создали установку по изучению процессов горения в двигателях, от автомобильных до авиационных. А уже в этом году начали проводить первые эксперименты. Результаты исследований помогут промышленному кластеру региона в разработке эффективных и экологичных двигателей, что поможет решить задачи импортозамещения. В том, как устроена установка, разбирался Михаил Ермоленко. На сегодняшний день самарская установка по изучению процессов горения в двигателях не только самая большая, но и самая передовая в мире. Аналогов практически нет. Главная задача этого аппарата — помочь инженерам в разработке эффективных и экологичных отечественных двигателей. На установке начались первые эксперименты. Ученые проводят исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 Кельвинов. Главная цель — минимизировать образование вредных выхлопов при сгорании топлива. Благодаря установке можно будет понять, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы. Простыми словами, данные, которые получат исследователи, необходимы, например, для синтеза нового вида топлива, используемого в ракетных двигателях. Потом создавать, разрабатывать технологии чистого сжигания топлива — это очень важно. Вы знаете, что на двигателе требования очень высокие по именно эмиссии вредных газов. Поэтому для того, чтобы их снизить, необходимо понимать, какие это процессы идут. Несмотря на размеры полной установки, самое главное — ее сердце — микрореактор, вполне компактный. Выглядит как небольшая трубка длиной всего в 20 миллиметров. Она создана из карбида кремния — материала, который крайне редко встречается на Земле и, по сути своей, является чем-то космическим, так как распространен именно в этой части нашей Вселенной в виде частиц звездной пыли. Как отметили ученые, стоимость установки — порядка 70 миллионов рублей. Ее удалось разработать и собрать в Международной научной лаборатории физика и химия горения в рамках мега-гранта правительства Российской Федерации разработка физически обоснованных моделей горения. Создание аппарата на базе Самарского университета началось еще в 2017 году. В 2021 он был полностью готов, и вот через год начались первые испытания. Одно из интереснейших направлений, например, это подмешивание водорода к авиационному топливу, что, безусловно, повышает и топливную эффективность, и снижает экологическую нагрузку. И здесь, опять же, мы встречаемся с необходимостью использовать ученых данной лаборатории, которая изучает фундаментальные вопросы горения. Эксперименты, которые начались, прежде всего помогут решить задачи импортозамещения. Получаемые с установки данные важны для промышленного кластера не только предприятий нашего региона, но и соседних. Как отметили специалисты, потенциальные кандидаты – это заводы, входящие в состав объединенной двигателестроительной корпорации, такие как ОДК «Кузнецов» и Пермский ОДК «Авиадвигатель». Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В России День семьи, любви и верности в этом году получил официальный статус. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В преддверии праздника в Самарской области наградят медалями те семейные пары, которые своим примером показывают, как нужно любить свою семью. Чита Столяровых – одна из таких семей, где уважение и любовь на первом месте. В семье Столяровых настолько бережно относятся к семейным традициям и ценностям, что до сих пор сохранили приглашение со своей свадьбы, которая была 61 год назад. А началась история любви в Куйбышевском медицинском университете, где они вместе ходили на общепотоковые лекции. Объединило их чувство юмора. С тех пор и продолжают по-доброму подшучивать друг на другом. Был комсоргское собрание, полный зал там. Ну и мы, как всегда, шутили, перебрасывали записочками, кто кому. Девочки, мальчики, мальчики, девочки. И они там с другом удивились, кто это там еще с юмором им отвечает. Не просто так и записки. Мы думали, у женщин юмора нет. Юмора нет. Они почему-то думали, что они там самые юмористы свои приятели. Тоже хирург он, кстати. И вот так вот заинтересовались. В 1961 году Галина Ивановна и Евгений Анатольевич поженились. После университета вместе по распределению уехали в Кенальчеркассы. Отработали там пять лет и уже на практике стали профессиональными врачами. Меня честно удивляет, когда не хотят сейчас ехать. Распределения нет. Главное то, что там быстрее становишься врачом. Именно в сельском? Потому что совершенно другая ответственность. Вместе супруги в конце 70-х уехали в Нигерию по программе обмена врачей. Получили колоссальный опыт, потому что пришлось на практике столкнуться с разнообразными болезнями и инфекциями. И пришлось провести множество операций и процедур. Этот опыт используют в своей работе до сих пор, делясь знаниями со студентами медицинского и педагогического университетов. То есть очень много нового в медицине. Вот я, например, освоила тропическую медицину, которая, конечно, пригодилась. И неотложную. Потому что там на приеме, например, у меня было 200 человек в день. От 200. Я проезжал за ней, забирал. Потому что она до последнего ребенка сидела. Галина Ивановна и Евгений Анатольевич воспитали дочь Ольгу, двух внучек, Анастасию и Любовь. А теперь нянчатся с правнуками, пятилетним Прохором и Петром, который появился на свет несколько недель назад. Какого-то нравственного поучения такого никогда нет. Через любовь, через заботу, через традиции. И мы просто знаем, что такое семья. То есть мы это по смыслу понимаем. Для нас это не пустой звук. Евгений Анатольевич и Галина Ивановна – настоящий пример крепкой и любящей семьи, где любовь, уважение и традиции на первом месте. А потому их наградят общественной наградой – медалью «За любовь и верность» в преддверии Дня любви, семьи и верности. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Жить для работы или работать, чтобы хорошо жить? 5 июля в мире отмечают День труда голиков. Как показывают опросы, в России почти 70% жителей отдаются работе настолько, что на остальное уже не хватает ни времени, ни сил. Психологи считают, что причинами трудоголизма являются не чрезмерная любовь к труду или жажда заработать больше, а бегство от личных проблем. Как не уйти с головой в работу – разберем в сюжете. Одержимые работы – стахановцы, перфекционисты или люди, которые просто прячутся от личных проблем. 68% жителей России считают себя трудоголиками, более половины, 52% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты. Среди любителей перерабатывать больше женщин, чем мужчин. Таковы результаты опроса одной из популярных компаний по трудоустройству. И хотя в современном обществе сложился стереотип, что много работать – значит хорошо жить, психологи такой подход не одобряют и даже видят в этом определенные тревожные симптомы. Трудоголизм – это болезненная зависимость от работы. И очень часто люди, которые страдают трудоголизмом, это люди, которые прячутся в работе от своих проблем. Себейных проблем, проблем с друзьями, ну с каким-то ближайшим окружением. Трудоголизм часто одобряется ближайшим окружением. Когда человек много работает, его начинают хвалить. Некоторые даже восхищены, говорят, ой, он у нас трудоголик. А меня всегда это напрягает, хочется спросить, а что болит-то у этого трудоголика? Если что-то болит, это надо лечить, а не прятаться от проблем за рабочим столом, уверены специалисты. Но обратиться за помощью зависимым от работы непросто. Тем более, что чаще всего трудоголизмом страдают представители топ-менеджмента – 86%. Сотрудники отдела продаж и закупок. Тут психологи советуют определиться, что такое для человека его заработок, цель или средство. Для меня деньги – это средство. Средство удовлетворения каких-то моих потребностей. А если я ущемляю свои потребности ради денег, то тогда деньги зачем? Что они могут окупить, если человек не чувствует, что он живет полноценной жизнью? Если он понимает, что он чего-то лишен? Первый шаг к тому, чтобы избавиться от болезненной тяги к труду – признать наличие проблемы и постепенно найти для себя другие радости жизни помимо рабочего процесса. Как правило, люди, погруженные в работу, очень мало уделяют внимания расслаблению, отдыху. Не только физическому, но и эмоциональному, интеллектуальному. Я бы, конечно, посоветовала уделить внимание право по ушарному рисованию, мандовой терапии. Сейчас есть народы такие известные, как антистресс-раскраски. После работы включить музыку комфортную, расслабляющую. И пусть даже почтно – это будет именно ваше время, которое вы потратите на себя, не отвлекаясь на какие-то посторонние раздражители. А в течение рабочего дня, помимо арт-терапии, я бы советовала еще дыхательную релаксацию, какие-то упражнения именно на снятие напряжения, на восстановление внутреннего комфорта. Трудоголизм может быть созидательным только в том случае, когда он не выматывает, не ведет к усталости, болезням и неврозам, а приносит настоящее удовольствие, говорят специалисты. И не зря народная мудрость гласит – занимайтесь любимым делом, и вам ни дня не придется работать. В конце концов, человек работает, чтобы жить, а не наоборот. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Лето – пора отпусков, и именно в это время многие выбираются семьями на природу, чтобы отдохнуть от шумного города, пожарить шашлыки и собрать первый урожай. Питомцы, как полноценные члены семьи, часто отправляются в путешествие вместе со своими хозяевами. Любимцев подкармливают со стола, а потом задаются вопросом, откуда появилось плохое самочувствие. Почему четвероногих членов семьи нельзя угощать собственным ужином, расскажет Александра Гусева. Ричи – самый настоящий член семьи, и, конечно же, любимец. Очаровательный померанский шпиц регулярно ездит вместе со всеми на дачу. Хозяйка собаки признается, что их семья не раз переживала за жизнь питомца. Чуть ли не каждая поездка на природу заканчивалась походом в ветеринарную клинику. Он очень любит своровать что-то со стола или на дачу украсть что-то. Допустим, даже недавно он украл с куста клубнику и малину, и в итоге полдня лежал пузом кверху, мы не понимали, что с ним. Возможностью смотреть за тем, что съела собака, особенно на природе, выдается не всегда. Во время поездки на дачу домашний любимец с легкостью может вкусить что-то из ягод или грибов, которые наверняка вызовут серьезные проблемы со здоровьем, нередко отравление. Кроме проблем с пищеварением, неправильное питание может спровоцировать ожирение. Поэтому многие хозяева породистых собак работают на опережение и, как правило, знают о том, как важно следить за рационом четвероногих членов семьи. К примеру, таким породам, как лабрадор, бигль, йоркширский терьер, стоит уделить особое внимание. За питанием этих собак стоит строго следить, из-за их склонности к набору лишнего веса. Кормить собаку нужно правильно. Желательно не совмещать промышленные корма и пищу со стола. Лучше кормить промышленными кормами, согласно аннотации, согласно весу и возрасту животных. Со стола кормить нельзя следующими продуктами. Шоколадом ни в коем случае, грибами, виноградом, изюмом. Все это может привести к отравлению. После нескольких поездок в ветеринарную клинику, хозяйка речи решила обратиться за помощью к кинологу. Специалист поработал не только с собакой, но и с семьей, в которой живет питомец. Домашний любимец отучился вырывать вкусненькое буквально из рук. Да и сами домочадцы больше не спешат баловать собаку. Любого рода сладости со стола речи теперь заменяют специальные собачьи печенья, которые не смогут ему навредить. Александр Гусеву, Николай Сидоров, События. Далее о других событиях этого дня. Компания IKEA начинает большую распродажу своих товаров перед уходом из России. Ритейлер заявил, что приобрести вещи для дома можно только на сайте, но пока ресурс малодоступен. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией. Сайт регулярно выдает ошибку доступа при попытке входа в личный кабинет. Кроме того, возникают проблемы с добавлением товаров в корзину. Уход компании IKEA из России спровоцировал ажиотажный спрос на ее продукцию со стороны граждан. Этим начали пользоваться мошенники. Одна из историй произошла в Самаре. Как сообщил источник телеканала «Самара ГИС», самарчанка нашла в сети объявление о продаже мебели. Она связалась с продавцом, перевела ему более 13 тысяч рублей, но заказанного товара так и не получила. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Культурные мероприятия Самарской области привлекают все больше туристов в наш регион. В выходные в Самарской области завершился Грушинский фестиваль, который за три дня посетили порядка 50 тысяч человек. До этого прошли 30-я юбилейная студенческая весна, сам фест, здравница и ряд других фестивалей, ставших точками притяжения туристов. Всего за пять месяцев этого года губернию посетили 937 тысяч человек, что на 93,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным регионального департамента туризма, в текущем году зафиксирована тенденция к увеличению средней продолжительности поездок в регион. Традиционно основной поток гостей в Самарскую область приезжает в период выходных и праздничных дней. Средняя загрузка отелей, гостиниц и других объектов размещения региона в мае составила 66%. Самарцам рассказали, как выбрать водоем для купания. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, безопасно купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Если в пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для купания человека. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать различные заболевания. Непригодным для купания водоемы делают наличие рядом промышленных предприятий и автомобильных магистралей. Потоками ливневых дождей в воду попадают загрязнения тяжелыми металлами, которые обладают токсическим действием и могут вызвать отравление организма. Не стоит полагаться только на визуальную оценку чистоты водоема. В Роспотребнадзоре рекомендуют не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что в ближайшем будущем цены на автомобили в России могут снизиться. Министр отметил, что сейчас цены понемногу стабилизируются. Они снижаются потому, что производители использовали для выпуска машин материалы, приобретенные несколько месяцев назад, когда курсы доллара и евро были значительно выше текущих. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменения цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка. Через некоторое время стоимость машин начнет снижаться, так как производителям это перестанет быть выгодно из-за недостаточного спроса со стороны потребителей. Один из лучших грибцов страны, самарец Александр Визовкин, вновь подтвердил этот статус, став сильнейшим на Кубке России в Казани. А крылья советов продолжают подготовку к новому сезону. Об этих новостях и других медальных достижениях самарских спортсменов расскажем в нашей рубрике. Завершив казанский сбор, крылья советов начали небольшой тренировочный сбор в Химках, в рамках которого самарцы проведут два контрольных матча с Грозненским Ахматом. Обе игры пройдут на базе в Новогорске. Поединки пройдут в закрытом режиме. К играм готовятся 27 футболистов. Завершился Кубок России по грибному спорту. В соревнованиях принимали участие свыше 350 спортсменов из всех регионов Российской Федерации. Представитель Самарской области, участник летних олимпийских игр в Токио Александр Визовкин завоевал золотую медаль в одиночке у мужчин на дистанции 2000 метров с результатом 7 минут 33,98 секунды. На втором месте Андрей Потапкин из Москвы. На третьем Артем Косов из Татарстана. У женщин в парной двойке легкий вес на дистанции 2000 метров самарчанки Елена Азизова и Алина Заветневич финишировали вторыми с результатом 8 минут 43,50 секунды, уступив дуэту из Татарстана, бронзу у команды Москвы. В Ярославской области завершились чемпионат России и первенство России по пляжному теннису. Всего в турнирах приняли участие более 280 теннисистов. Соревнования в парах до стадии полуфинала проходили по олимпийской системе, а затем по четыре сильнейших дуэта в круговом мини-турнире определяли победителей и призеров. Представители Самарской области завоевали 13 медалей, среди которых 4 золота, в мужском парном разряде, среди юношей до 17 лет, среди юношей до 15 лет и смешанном парном разряде до 15 лет. Также в копилке сборной 4 серебряных и 5 бронзовых наград. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС» обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. 6 июля возобновляется прием заявлений в первый класс, сообщает в телеграм-канале Кировского района Самары. Это информация для тех, кто не проживает на территории, закрепленной за выбранной школой. Ребенка запишут в первый класс, если есть свободные места. Сервис уже работает в 66 регионах. Еще несколько только подключаются. Образец подачи заявления закреплен в опубликованных ссылках. Подать заявку для участия в конкурсе «Цветущий советский район-2022» предлагают в телеграм-канале Советского района. Побороться за лидерство уже изъявили желания жители дома номер 8 по улице Проезд 9 мая. Конкурс стартовал 27 июня и продлится до 15 августа. Победители будут выбирать в номинациях «Лучшая клумба цветник», «Лучший цветущий двор», «Лучший цветочный арт-объект» и «Цветущий балкон». Заявку необходимо отправить в администрацию Советского внутригородского района на электронную почту, указанную на экране. Сотрудники администрации Самарского района совместно с полицией провели патрулирование территории острова Поджабный с целью предотвращения лесных пожаров, говорится в телеграм-канале. На территории нашего региона с 15 апреля по 15 октября введен особый противопожарный режим. Жителям Самарской области напоминают, в этот период в лесах нельзя разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, за исключением специально отведенных и оборудованных для этого мест. Пикник с нарушением мер пожарной безопасности в лучшем случае грозит предупреждением, худшим административным штрафом. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают о сроках подачи заявок на именную премию губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья. Премии присуждаются в следующих номинациях. Образование и наука, литература и искусство, техническое и народное творчество, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, физическая культура и спорт, общественная деятельность. На премию могут также рассчитывать родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов. Срок окончания приема заявок 1 сентября 2022 года. Телеканал Самарагиз запустил новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Конкурс продлится до конца июля. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала Самарагиз в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самарагиз15лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok